Доброго вечера, уважаемые коллеги. Всех приветствую в Центре компьютерного обучения специалист. Меня зовут Сергей. Мы здесь два раза собрались. Собрались в комплексе радио, где проходят курсы по этичному хайкингу, а также основная часть подключилась по системе вебинар. Всех участников приветствую. Также не забыл, кнопку записи нажал, если кто когда-нибудь будет смотреть в записи, тех тоже приветствую. Можно в интернет зайти, написать www.klivogin.ru. Если так вот klivogin.ru написать, ко мне на страничку попадете. Здесь написано давно специалисты, работаю, много разных курсов читаю. И для того, чтобы специалисты авторизованы курсы читать, нужно сдавать сертификационные экзамены. Я имею статус этичного хакера. Меня зовут Сергей Клевогин. Сергей Клевогин, этичный хакер. Заодно речь пойдет преимущественно о двух курсах. Этичного хакинга и о курсе по анализу безопасности. Имею статус аналитика безопасности. Мы время от времени не только курсы проводим в специалисте. Как выглядит программа курсов по этичному хакингу. Специалисте можно в поиске найти. Курс по этичному хакингу. А иной раз семинары проводим. Все, кто угодно, подключайтесь. Какие-нибудь вопросы будем обсуждать. И запись делаю. Если ко мне на страничку зайти, вот тут вот есть видео с семинарами. И вот давайте вам какую-то тему расскажу. Например, вот давайте вот IPsec отдельно обсудим. Зачем отдельно его обсуждать? Затем, что на курсе по безопасности мы эту технологию используем. Я хочу, что если вы на курс пришли, чтобы у вас уже было какое-то представление о той или иной части. Чтобы на курсе про это не рассказывать, давайте отдельно встретимся. Полчаса, час об этом поговорим. Поэтому специалист такие семинары проводит. Это и специалисту хорошо. Специалист хочет прославиться, про себя рассказать. Ну и мне, как инструктору, тоже удобно. Какие-то аспекты с любого курса могу на этот семинар вынести. Наш сегодняшний семинар, он не технический. Он будет больше о новой версии курса по этичному хакингу. Специалисты тысячи разных курсов. Ну да, сейчас есть студенты, группа открытого обучения. Кто-то этот курс уже проходил, кто-то только собирается. И этот курс, самый главный, он называется SEH. Certified Ethical Hacker. Это самый ударный курс специалистов. Если спросить специалисты тысячи курсов, какой самый лучший, это вот курс по хакингу. И вот он обновился, у него новая версия. Также обновился курс SEH-2. Мы называем его SEH-2, но это как бы продолжение этого курса. Называется анализ безопасности. Курс SEH-2. Тоже новая версия. И кто-то, может быть, уже ходил на этот курс, кто-то, может быть, только собирается. И часто у студентов возникают вопросы, а что там новая версия, старая версия, что такое, как. Давайте про эти курсы SEH-2 детально я расскажу. Расскажу о курсе, почему новая версия, что там с аккредитацией, какие новинки в программе курса, какие новые техники exploit мы там будем изучать. И что новое в экзаменах, и что новое в подготовке к экзамену. И какие-то, если будут вопросы, тоже можно будет обсудить. У нас на ближайшие полчаса такая программа, такие планы. Итак, есть специалисты курс по хайпингу. Реально крутой курс. Мы уж его лет 8 читаем. И вот 1500 человек курс окончило, а теперь уже 2000 окончило почти что. А вот 2252. И этот курс, он авторизован компанией «Совет по электронной коммерции». Есть компания EC-Cancel. Вы можете зайти на сайт EC-Cancel.org, Electronic, Commerce, Council по английски «Совет». Увидеть, что есть такая организация, она много курсов предлагает. Вот всех Certified Ethical Hacker. Это у них такой ударный курс. Хотя не один. Есть курс Certified Network Defender. Давайте о безопасности говорить вообще. Потом давайте вот анализ. Потом в мастера давайте будем претендовать, что мы эксперт. Два основных курса EC-Cancel предлагает. EC-Cancel возникла в Америке после терактов 11 сентября. Давайте готовить специалистов по безопасности в масштабе страны. Министерство обороны США серьезно задумалось, что как же так? Вот есть у нас террористы, которые на нас атаку совершили. Как раз они такие плохие. Они, значит, могут и балки наши атаковать, и нашу критическую инфраструктуру. А как же наши администраторы? Они должны быть к этому готовы. Давайте дадим задание какой-нибудь организации, чтобы она подготовила программу подготовки и сертификации. Международная компания EC-Cancel за это дело взялась. Уже вот лет 10 такие курсы готовят. И время от времени обновляет. Почему обновляет? Потому что каждый раз новые атаки. А так становится не меньше, а только больше. В какой-то месяц их стало больше, в какой-то стало меньше. Но тенденция такова, что не утихают инциденты. Мы уже защищаем, 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 защищаем. Уже учимся, учимся конфигурировать. А все равно атаки в большом количестве. Пойдем на какой-нибудь сайт, прочитаем. Как Магедон, например. И вот эта аккредитация курса нужна почему? Что мы хотим в масштабе страны готовить специалистов. EC-Cancel, она международная организация. Программа курса давно вышла за пределы Америки. И в Европе, и в Азии, и в России читается. И как можно изучать безопасность? Можно зайти на какой-нибудь форум. Ребята, посоветуйте материалы. Он скажет, вот тебе подбор 250 ссылок, читай. И вы скажете, ой, как хорошо. Несомненно, эти все ссылки хорошие. И книги хорошие. Ну, как бы разработать программу, чтобы она была такой, что точно знания, которые вы в программе подготовки получите, будут вам нужны, если вы будете на объектах критической инфраструктуры работать. И у курса СЕХ есть аккредитация ANSI. ANSI – это американский стандарт, национальный стандарт. Но это не только американский стандарт, это международный стандарт. ISO – International Standard Organization. Электротехническая комиссия. Есть соответствующий ГОСТ по испытаниям, по сертификации. Смысл этого ГОСТа, этого стандарта в том, что если вы хотите предложить программу сертификации чего-нибудь, не полагайтесь на одного человека. Пусть у вас будет целая группа компетентных людей, которые будут придумывать какие-то вопросы, тестирование. Чтобы, если вы уж экзамен предлагаете, то чтобы он был не от одного человека, а от многих людей. Вот это вот такая вот главная черта. Есть отличие НИСТа от ГОСТа? Отличие НИСТа ГОСТа я сейчас расскажу попозже. Это не НИСТ, это АНСИ, это ИСО, ИЕК и ГОСТ. Ну, если вы ГОСТ 17.024 напишите, надо написать ГОСТ, ИСО и ЕК про сертификации, чтобы на соседний ГОСТ не попасть, не смеяться. Так вот, естественно, ДОД – это Department of Defense. Министерство обороны США, Department of Defense, директива 8750. Тоже одобрение имеет у курса и у экзабета. Курс пройти хорошо, но после курса студенты могут экзамен сдавать. И быть таким же хакером, как я, вот такой вот сертификат после сдачи экзамена получается. Certified Ethical Hacker. Вот аккредитация идет в том, что насколько можно уважать. О, хакер, красиво они назвали. Кто тебе сказал, что ты хакер? А здесь вот написано, АНСИ сказал. Вот программа аккредитована международным стандартом, в том числе ИСО, ИЕК и ГОСТом. Ну и Министерство обороны США тоже. Еще комитет по национальной безопасности. Но хочу остановиться на НАИС. Вот новости в том, что они теперь вот этому фреймворку НАИС соответствуют. Что за национальная инициатива такая? Национальная инициатива по кибербезопасности есть? И вот этому фреймворку курсы ИСИ КАНСЛ соответствуют. Что это такое? Без всякого курса уже интересно узнать, что такое НАИС. Прежде всего интересно узнать, что такое НИСТ. Есть такой институт по стандартам в Америке. Он очень хороший, он очень любит всех учить. Этот институт, различные публикации публикует он. Но публикации этого института часто становятся основой стандартов. Международных стандартов ИСО и ГОСТов. Поэтому НИСТ – уважаемый институт. Посмотрите, что они пишут в одной из публикаций. Зайдите в Google, напишите НАИС, фреймворк, и вы наверняка сможете скачать там вот такой вот документ бесплатно. Я его заранее скачал. Публикация 800-181 называется. Вот где я скачал, скачал DOE.org. В Google напишите НИС, фреймворк, НИСТ, хочу скачать. Спокойно скачайте. В чем суть этой публикации, что ИСИ Канцел так гордится тем, что курсы ИСИ Канцел соответствуют этому фреймворку? Гордятся тем, что относительно недавно этот институт предложил такой вот фреймворк, для воркфорса. Воркфорс – это трудовые ресурсы. То есть, подружился институт с Министерством торговли США. И опять в масштабах страны думают о кибербезопасности, но с точки зрения трудовых ресурсов. У нас большие, огромные организации. Там есть директора, заместители, старшие, младшие специалисты. У нас такое штатное расписание огромное. Но вот эти все наши организации большие, они строились с учетом того, что они должны какой-то функционал нести. И в должностные инструкции с учетом этого писались. А теперь тенденции изменились, выяснилось, что еще и кибербезопасность нужно обеспечивать трудовым ресурсом. А как? В наших должностных инструкциях написано, ты давай делай, что-то анализируй, что-то внедряй на предмет конфигурации информационных технологий. И не было такого, как насчет безопасности. Давай то же самое про кибербезопасность. И в этом фреймворке определили, что... Здесь вначале написано, что мы с Министерством торговли подружились и с другими академическими институтами тоже повзаимодействовали. Министерство торговли США. Мы с ним в партнерстве, с правительством, с академиями различными. И придумали, что все задачи, которые выполняют трудовые ресурсы, люди, можно разделить на категории. А будут еще специальные области вот этих категорий. И в каждой специальной области будут роли. И вот для каждой роли мы определим необходимые сотрудникам знания, навыки и задачи, которые они будут выполняться. Если такой фреймворк четко представляем, представляете, какая красота для приема на работу. Отдел кадров говорит, вот нужен сотрудник, должен делать это, 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 это. Должностная инструкция готова. А как я хочу учиться, какие мне знания нужны для этого? Пожалуйста, учи это, это, это. И вот если этим задачам программа курса соответствует, то тогда мы скажем, хороший курс. Вот отучился человек, например, на руководителя службы информационной безопасности. И гарантированно он, если по этому фреймворку учится, он обладает знаниями, навыками, чтобы выполнять реальные задачи. Я не буду вас сейчас учить этим задачам, категориям. Я просто хочу, чтобы вы бросили взгляд на этот фреймворк. Ну, сейчас вот быстренько вот так вот прочитаем, да, поймем, что вот так вот будет категория, специальные области, рабочие роли, задачи, задачи. Видите, у нас Nice Framework, да, как описывает эти категории. Категория описывает вот так, что будет у нас общее представление. Нужно управлять, нужно защищать, нужно анализировать, нужно поддерживать или обслуживать. Так вот, такие категории предложили, описаем. А какие есть специальные области этих категорий? Предлагаем вот так, что если обеспечение безопасности, там должно быть управление риском, разработка программного обеспечения, архитектура системы. А если вы хотите поддерживать, обслуживать, оперировать информационные системы с точки зрения кибербезопасности, то вот свои области будет. Поддержка, сетевые службы, системное администрирование. А если вы собираетесь защищать и защищать, защищать протект, защищать дефенд, хотите как обороняться, переведите, то вот, оказывается, анализ должен быть такой, поддержка, реагирование на инциденты. Это специальными областями называется это фреймворк. Ну, а самое интересное, как теперь назначить роли? Фреймворк говорит, предлагаю вот так вот, описание ролей и описание знаний и описание навыков и задач. И вот пошли они. Роли с знаниями и задачами. Если вы хотите быть архитектором предприятия, вы должны выполнять задачу номер Т51-Т84 и иметь навыки С5-24-27. Ну-ка, что за задача такая? 0.0.51. Здесь где-то в приложении будут и задачи. Ну, давайте вот так вот. Ctrl-F, T, 0.0.51. Да, я поищу. О, видите, задача. Задача T0.0.51. Вы, оказывается, должны определить подходящий уровень доступности системы на основании чего-то там. Понятно, да? А еще написано, что этот аналитик должен выполнять задачу какую-нибудь там Т57. Что значит Т57? Значит, он должен проектировать, разрабатывать, модифицировать. А какие должны быть у него знания, навыки? Что там было? Например, навык С0034. Или вот я вот посмотрел на архитектора предприятия. У него должно быть знание К001, а навык С005. Что такое К001 и К001? Что такое С005? Вот, оказывается, она лучше предыдущие смотреть, да? О, вот такие знания у него должны быть. Знания о компьютерных сетях, концепциях, протоколах. Ой, как хорошо, что мы это знаем. Идем в аналитики. Нет, надо еще К002. Ну и так далее. А что такое С005 было? Оказывается, должны быть навыки в применении информации, информационных технологий и соответствующих решений. Ну, красота, да? Можно теперь зайти в интернет и сказать, давай теперь то же самое на русском. Кто перевел, а то мы по-английски плохо читаем. Перевели, перевели, вот бесплатно скачаете. Найс. Описание специальностей и областей. Все на русском языке. Ну-ка, давай-ка прочитаем, как это выглядит на русском языке. На русском языке вот так вот это выглядит. В Excel файл скачали, открыли. Ну, вот видите, да? То же самое, но на русском языке еще и в Excel. Вот наш найс. Анализ, снижение рисков, обеспечение защищенности, идентификатор. А теперь пошли задачи. Вот они задачи. Задача такая, такая, такая. Ну, соответствует, в соответствии умения, задачи, умений. В соответствии от того, какую мы хотим иметь специальность. Идентификатор специальности, знания. Ну, согласитесь, неплохой такой фреймворк, да? Кому он нужен? Отделу кадров нужен. Нужен, если мы хотим масштабно готовить большое число специалистов. На русском языке тоже есть. Так вот, что YSEKA анонсирует? Анонсирует то, что наши курсы на этот фреймворк ориентированы. И мы не просто так, чему бы людей научить? Давай-ка научим их вот этой технике. Нет. Курсы YSEKA, он говорит, мы будем учить, потому что мы ориентируемся на то, что потом человек пойдет работать защитником или каким-нибудь аналитиком, или специалистом, профессионалом. Он будет решать такие-таки задачи, ему нужны такие-таки знания. Поэтому такие знания мы в курс вносим и на экзамен тоже выносим. Это новой версией курса. Стало больше практических работ, инструментов, последние атаки трояны, внимание, мобильным платформам. Но, опять-таки, не потому это уделено вниманию, а потому что мы ориентируемся на то, что будем готовиться к тому, что будем профессионально работать. Вообще говоря, не сильные изменения по сравнению с предыдущей версией. Если кто ходил, помните, когда был модуль по сканированию, я говорил, что есть еще анализ уязвимостей, но, ребята, нет времени, давайте это тема отдельного разговора на курсе по анализу безопасности детальнее будем изучать. Теперь нет, анализ уязвимостей хакеру тоже нужен, давайте его отдельным модулям. А интернет вещей, новый модуль появился, потому что невозможно уйти от интернета вещей. Все больше и больше интернет вещей в нашу жизнь входит. Вы, как хакер, не можете себе позволить о безопасности интернета вещей не знать. Ну, остальные модули тоже что-то добавили, что-то расширили, новые атаки, новые эксплойты. В общем, есть особенность новой версии в том, что новые модули появились, а старые модули улучшились в соответствии с тем, что мы хотим идти в ногу со временем. Не хочу вам сейчас пересказывать то, что на курсе по хакингу будем учить. Просто общее представление, что новенького появилось, особенно интересного. Вот вонокрай вирусы-шифровальщики. Ну, вот раньше в учебнике не было написано, теперь это и в учебнике написано. Ну, невозможно мимо пройти. Почему? Потому что уж каждое предприятие от этого вируса-шифровальщика пострадало. Почему пострадало? Во-первых, потому что присылают на почту сообщение, там эксплойт. А второй момент в том, что вирус-шифровальщик, он не только на одном компьютере мог все пошифровать, а он эксплуатировал уязвимость MS-17-010, Eternal Blue, и скакал по другим компьютерам тоже. Поэтому, конечно, мы и так, когда курс проходили, вышел новый Петя, как не посмотреть? Конечно, мы тут же его изучим, посмотрим, но теперь это вот официально. Теперь еще про спектр Meltdown должны знать. Наверняка слышали, что это такое. Давайте, если кто не профессионал, понятно, постараюсь объяснить. Знаете, что такое компьютер, что такое процессор? Процессор – это такое сердце компьютера, оно вообще не понимает, что работает Windows или Linux или еще что-то. Ну, вообще не в курсе, что делает центральный процессор. Он вот так работает. Напишу вот CPU, например. Он понимает, что он как реле. Реле. Одна последовательность нулей и единиц пришла на вход. Какой-то 1, 1, 0, 1, что-то такое. И он должен по своим внутренним командам эти нули и единицы преобразовать в другую последовательность. Почему? Потому что он вот эти нули и единицы где-то с памяти утащил, и там написано, что я хочу, чтобы нули и единицы в другом месте памяти оказались. Он их переслал. Все, что делает центральный процессор, он нули и единицы с одного участка памяти в другой участок памяти пересылает. А потом уже программисты соображают, что это не нули и единицы, это 16-ричный код. А это не 16-ричный код, это машинные команды. А это не машинные команды, это язык ассемблера, а это на высоком уровне написанная программка или картинка, или еще что-то. А для центрального процессора это просто нули и единицы которые должны пересылаться с одного участка памяти в другое. И он уже, может быть, плохо соображает, что этот участок памяти называется стеком, это называется хипом, ему дела нет. У него есть адрес, он туда перекинул. Второе, что делает центральный процессор? Он эти нули-единицы между собой двоично складывает. Помните, в информатике в институте в школе проходили двоичное умножение, сложение, XOR, такие простые операции он выполняет. То есть это вы думаете, что вы считаете двухмерный криволинейный интеграл по N-мерному пространству. А для процессора это ADDORXOR. И знаете, что он делает? Он выполняет условные переходы. То есть если в участке памяти такое значение, исполняет такие команды, по такому адресу памяти. А если другое, то другие команды исполняет. Все, больше ничего процессору не надо. На этом все держится. А еще у процессора есть архитектура. Дело в том, что когда он из памяти что-то забирает, и когда он в память что-то отправляет, он использует каналы ввода-вывода. Это медленно. То есть связь между памятью и центральным процессором медленно. А для этого у него есть кэш. Внутренняя память. Маленькая, малюсенькая, но она есть. Кэш называется. И когда какие-то операции нужно выполнять, центральный процессор сразу с памяти большой блок нулей и юниц собирает. И вот эту пачку кэширует. Ему не надо лишь с память обращаться. Так работает очень хорошо. И все быстрее и быстрее центральные процессоры работают. Так вот, в чем юмор вот этого спектра мелдауна и всего такого? Что хитрый хакер может так взаимодействовать с процессором, а он легко может взаимодействовать с процессором, если он хоть какой-то код выполняет. Он обращается к центральному процессору, и так вот грубо-грубо говоря, просто чтобы вы имели представление, и дает такую команду. Центральный процессор. Если в файле, назовем файл А, куда пользователь не имеет доступ, первая буква А, то давай мне из файла, где я имею доступ, достань мне первую букву из файла Б. Вот к файлу Б он имеет доступ, а к файлу А он не имеет доступ. Центральный процессор работает на упреждение. Он иногда выполняет команды, которые не должен выполнять. Но, если вдруг выяснится, что он не должен выполнять команду, ничего страшного, это все в кэше, это молниеносно выполняется, он все откатывает обратно. Понятно, да? Поэтому ничего страшного, что центральный процессор пробежит в этот файл А, увидит первый байт, равен букве А, равен, значит, надо из файла Б достать первый файл, что-то там туда положить. То есть, в кэше оказывается и первая буква из этого файла, и вторая буква из этого файла, а потом центральный процессор спохватился, говорит, нет, меня не проведешь, ты хотел узнать вот из этой области памяти может что-то прочитать или нет, я, конечно, прочитал, я процессор, но тебе-то нельзя, я не должен был выполнять по твоему поручению такие команды, вертаю обратно. Но юмор в том, что вот этот вот код, эти символы, он уже закэшировал, и они уже здесь есть. И второй раз, когда выполняется запрос, он может подумать, так, подожди, эта информация у меня уже есть в моей маленькой памяти, в кэше, чего я полезу в память, из памяти ее считывать, она же в кэше есть, правильно? И то же самое сделает, но на долю секунд сделает это быстрее. Отсюда такая вот логика порождает, что он говорит, ага, полез в память, значит, не закэшировал букву B из моего файла B. Не закэшировал, в память полез, узнавается. Почему не закэшировал? Потому что первая буква файла A не A. Вот если бы первая буква была A, он бы скачал, закэшировал, второй раз, мне бы молниеносно сказал, что там что-то тебе нельзя. А теперь вот не полез. Вот по этим мини-дельтам потихонечку, по одной букве, ну, можно вытаскивать информацию из памяти. А процессор, он быстро работает. Это я сейчас долго рассказываю, как он работает. Он миллиарды операций может выполнять быстро. И вот появились на основе вот такого простого эксплойта множество атак. И как теперь с этим бороться? давайте ставить обновление. Буквально вчера новость, да, поставили обновление, Windows 10 не грузится. Или поставили обновление, но центральный процессор медленнее работает. Конечно, медленнее работает, он не кэширует ничего, он просто не кэширует, чтобы хакер вот так вот информацию по буквам не доставал. Так если он не кэширует, конечно, будет нормально работать. Вот такой вот спектр мелдауна. Детальные на курсе будем изучать. То, что предугадание много информации кэширует в себя, чтобы быстро работать, это было изначально же заложено с архитектурой. Совершенно верно, да, кэширование, это неуязвимость, так должно быть. Это было сделано. В общем, смысл какой? Не то, что я вас хочу научить этим спектром, мелдауном и эксплойт, объяснить. Просто то, что мы на курсе по хакингу это будем изучать. А еще есть атака на Wi-Fi. Крэг называется. Крэг по-английски как бы взламывать, но здесь от слова кей реинстол. Новая атака. Даже целый сайт есть. Вот если вы сейчас зайдете в интернет и скажете, ну-ка, атака, крэг, атака, написать. Вот целый сайт крэг-атак. Сайт сделать. Здесь в чем идея такой атаки? Хакеры вообще оборзели. Смотрите, есть точка доступа Wi-Fi, а есть ваше устройство. И вот хакер может вашему устройству от имени точки доступа отправить сообщение и сказать, знаешь что, давай-ка пересогласуем ключ шифрования. А точки доступа от вашего устройства тоже отправляют сообщение. Давай пересогласуем ключ шифрования. Он это может делать, потому что трафик бывает шифрованный, там делать нечего. А бывает менеджмент трафик, управляющий, который только управляет каналом, он уже не шифрованный. И поэтому через эти менеджмент фреймы, через эти управляющие сообщения, он может такие сообщения слать. Вот когда ВПА-2 шифрование в Wi-Fi применяли, не догадались, что хакер может делать. А он оказывается может так делать. И в результате что получается? Мы думаем у нас Wi-Fi, все защищено, зашифровано, а хакер приходит, говорит, у вас конечно все зашифровано, давай-ка все перешифруем по тому ключу, который я хочу. Переустановил ключ на точке доступа и на вашем устройстве, все себе спокойно расшифровывает на канале. Да как вы не доглядели, зачем вы ВПА-2 так сделали, давайте срочно патчиться. Ну давайте теперь патчиться. Вот такая атака есть, будем изучать. Ну и плавающий код атака Сивиллы. Тоже будем учить на курсе по хакингу, просто что такое плавающий код, да? Давайте напишем плавающий код, и во-первых плавающий код, зайдем, о, видите, роллинг код или плавающий код в автоматике, читаем, супер статья, написано, смотрите, какая хорошая технология, очень эффективно защищает объект, стабильно, независимо, надо, и для чего? Шлагбаумы, двери, автомобили. С другой стороны, брат два, все смотрели, помните, да, как вот нарушитель, сейчас машину угоним, да, что-то пришел, чик-чик-чик, и вскрыл такой замок. Как? Почему? А вот давайте теперь плавающий код, да, и какой-нибудь эксплой, уязвимость, и, соответственно, вот, хакер-устройство дублирует радиоключи всех автомобилей, плавающий код, уязвимость, думали, он такой вот хороший, а вот там есть уязвимость, вот можно радиоключ продублировать и открывать ворота шлагбаум автомобиль, потому что плавающий код. Атака Севиллы тоже в интернете вещей. Домой придите и запустите в Айршарк, если знаете, что это такое. вы увидите, что очень много всякого трафика у вас гуляет в вашей сети. Я вот открываю и смотрю, батюшки, что за код такой, это тебе телевизор влудит. Телевизор, ты чего хочешь, я ищу, может быть, здесь есть другой телевизор. Зачем тебе другой телевизор, тебе одному хорошо. Нет, может быть, нам телевизором нужно все одно и то же показывать. У них вот есть такие технологии в интернете вещей. Утюги между собой не любят разговаривать. Смысл атаки Сивилы в том, что если вы технологию знаете, вы можете притвориться, что вы и утюг, и телевизор, и холодильник, и вообще все, что угодно в интернете вещей. И когда придет время о чем-то договариваться, то тут уже вы от имени всего интернета вещей, какой-нибудь интернет вещи будете что-то такое ненужное внушать. А этот утюг, холодильник, розетка, они думают, что мы пришли к какому-то консенсусу с другими участниками нашей сети. А это никакой не консенсус, это все один хакер контролирует, что у нас происходит. Вот новые техники эксплойта, то, что я рассказал, это не то, что я хочу научить, и я, конечно, не буду сейчас слайды показывать, которые буду на курсе показывать, что если канцел скажет, что это у нас авторизованные но то, что мы это будем учить, это вот новые техники эксплойта, они нашли отражение в новом курсе. Теперь, что еще в сертификации новое. Для курса всех экзамен не имеет версии и не изменился. Вот смотрите, у меня есть сертификат, еще раз похвастаю, смотрите, какой я хакер. Я хакер, просто хакер, никакой не версии. А если я хочу хвастаться, что я аналитик, я могу говорить, смотрите, я аналитик версии десятой, версии восьмой, версии четвертой, потому что есть версия у курса. Курс по хакингу имеет версию, а экзамен версии не имеет. А курс по анализу безопасности имеет версию, но и экзамен имеет версию. Ну, в общем, мы сейчас по самой актуальной версии читаем по самой последней, десятой версии. Но знаете, что добавилось? Добавилась практическая работа. Теперь у Совета по электронной коммерции есть три практических экзамена. СЕХ, ЕКСА и ЛПТ мастер. Вот я такой экзамен сдавал, я вот таким сертификатом обладаю. Видите, я мастер по тестированию на проникновение. Я сдавал практический экзамен. В чем смысл практического экзамена? Самый простой из всех практиков. Потом посложнее аналитик. Это самый сложный. Ну, если вы сдаете всех практиков, вам дается 6 часов и 20 заданий. Выполните. ЕКСА тоже самое посложнее. Ну, на мастера мне дали неделю. И сказали, вот тебе неделя, вот тебе сеть финансового хоудинга, там 10 задач. Но сложно. Грубо говоря, 10 серверов взломаешь. Если взломаешь, молодец. Не взломаешь, учись еще. Вот я взломал, мне дали мастер. чем хороши такие экзамены? Часто студент вот отучился, он пришел сдавать экзамен, говорит, ну что, я на вопросы отвечаю, да, это теоретическая часть. Вы мне дайте практику, чтобы я какую-то хакерскую технику сделал, тогда я вот практик хакер. На встречу такому интересу если канцел пошел, и теперь новый экзамен практикал случился. И на аналитика то же самое. ну на курсе по анализу безопасности мы делаем практическую работу. Если курс по хакер, он тоже из двух частей у нас состоит. Есть курс по хакер, 5 дней я что-то показываю, рассказываю, 40 часов, и есть еще практическая работа. На практическую работу времени мало остается, и поэтому я говорю, ребята, такой хороший у нас учебник, 3000 страниц, и практическую работу бы нам поделать. Нет времени вам давать делать практическую работу. Давайте вы как-нибудь отдельно найдите время, недельку, придите и поделайте практическую работу. Есть лабораторный практикум. Прак всех. Можно прийти и вместе со мной практические работы поделать. Ну то, что вместе со мной, вы по учебнику поделаете, но мы говорим, что курс по хакингу не одна неделя, а две. А, вас с работы не отпускают на две недели. Ладно, приходите сначала на теоретическую часть, а практическую работу либо дома, либо к нам приходите, лабораторный практикум есть. И вот то же самое и экзамен. Есть как бы по теоретической части, а если хотите, практическую работу сделайте. А если курс по анализу безопасности, мы называем его СЕХ-2, то это следующая ступень, это умение применить техники этичного хакинга на практике, при тестировании и на проникновении. Здесь программу курса посмотрим и увидим, что инструктор вам что-то показывает, рассказывает. Повторяем. Я рассказываю, как в реальности вы будете ломать системы, используя техники этичного хакинга, когда будете проводить аудит. А потом, смотрите, написано, теперь оставшееся время, половину курса, делаем лабораторную работу. Давайте вот так вот. У нас в сети, прямо в специалисте в комплексе радио, есть секретная лаборатория. Давайте-ка взломайте. И вот полдня студенты выполняют такую практическую работу. Соответственно, то же самое экзамен. Два экзамена. Во-первых, расскажите, как вы будете тестировать безопасность. А второе, давайте протестируйте. Поэтому практически экзамены добавились к тому, как можно к этому готовиться. Если вы хотите готовиться, можно вот так вот сделать. Зайти в гугл и написать всех асессмент и найти на сайте e-cancel пробные вопросы, которые будут на экзамене. Вот, если хотите, давайте 50 вопросов. Заполните, кто такой. И мы вам предложим вопросы, которые будут похожи на те, что будут на экзамене. Попробуйте. Как вы? Ни на один вопрос не ответили? О, не-не-не, готовьтесь, не ходите на экзамен, не валите. На все вопросы ответили? Ну, тогда добро пожаловать на экзамен, точно сдадите. Вот. А как попрактиковаться, если хочу практическую работу делать? На курсе у нас есть стенд. Во-первых, стенд вот такой вот, что есть виртуальные машины, виртуал бокс, и мы их запускаем, мы с ними практикуемся в этих машинках. Но еще у e-cancel есть такое вот окружение, вот я вам покажу, тут он у меня есть. Называется iLabs. Вот курс на аналитика, студентам даем вот такие iLabs, такой вот стенд. И здесь вот давайте выполнять одну лабораторную работу, другую, третью. Знаете, какую-нибудь запущу, самую любую. Вот прямо на сайте, вот я вот сюда пришел, e-cancel, learn-on-demand, можно написать e-cancel, iLabs, и сюда вот попадаете. Когда вы на курс приходите, вам учебник дадут, и вот эти вот iLabs дадут. Это если курс всех два, анализ безопасности. Вот такое лабораторное окружение. Вот в этом лабораторном окружении, во-первых, можно попрактиковаться, он говорит, минуту запущусь. А во-вторых, в этом же лабораторном окружении практически экзамены сдаются. То есть вы вот придете, вам будет дано такое окружение и 20 задач. Вы говорите, что вы всех. Давай что-то по снеферии, посканируй, эксплойт делай. Анализ. Они в открытом доступе, да? В закрытом доступе, в платном доступе. Но если вы пришли на курс учиться специалисте, вам специалист доступа тоже предоставит. Хотя вы можете сказать, зачем мне специалист, я 200 долларов за полгода заплачу и сам себе куплю. Тоже можно доступа и ласку и секанселл с магазина приобретать. Ну, если на курс по анализу приходите, то дополнительная практика, насколько я знаю, и так предоставляется. А также, давайте сошлюсь на специалист. Вот на курсе всех, что написано, что если вы пришли на курс по хакингу учиться, у вас есть возможность бесплатной сдачи сертификационного экзамена. Видите, что пишет специалист. В подарок экзамен. Можете пойти на сайт EasyCancel. И вот тут вот есть ресурсы. И тут вот есть Store. Можете не учиться, можете просто сертифицироваться сразу. Экзамен-ваучер. Сколько стоит сдать экзамен по хакингу? Вот хотите, купите. Вот всех. 950 долларов он стоит. Можно ваучер приобрести. 950 долларов только экзамен, который еще можно завалить. А специалист, видите, что говорит? Он говорит, если вы на курс записали, мы это вам в подарок. На чем вы деньги делаете? Такой дорогой экзамен, а вы в подарок. Ну, нам дают дополнительные скидки. Мы на хорошем счету в EasyCancel. За нас не переживайте. Ну, хорошо. Конечно, хорошо пройти курс и получить статус хакера. Красиво звучит. Сертифайр, Тестикл Хакер. Ну, а практическая работа тоже хорошо. Вот как она выглядит? О, еще говорит, ты уже давно залогинился. Давай перелогинься. Не запустилась у него. У меня вот это вот. Ну, запустится, да, сейчас проверим уже второй раз, все-таки запустится. Вот здесь вот будут вот такие вот виртуальные машинки, видите? И он говорит, у тебя есть здесь машинка. Кали, Linux, Windows Server, Windows 8, Ubuntu, Apache такая, Apache такая. Вот заходи, как пользователь, какой-нибудь root, какой-нибудь пароль. Мы скажем, какой. И когда лабораторная работа, здесь написано контент. Зайдите в машину. Сделано. Напишите логин, пароль. Видите, да? Будет вот такой скриншот. Ой, правда. Почему будет? Вот веб, если напишите. Давайте напишем вот веб. Откроем терминал. Как написано в руководстве. Напишем вот веб. О, классно, практикуюсь. Утилитка вот веб есть такая, да, действительно она есть. И здесь написано, давайте запустите анализ безопасности веб-сайта. И как это будет выглядеть. Вот так вот у вас будет. Ой, и я попрактикуюсь. Видите, да, как хорошо практиковаться в этом окружении. Нажмите, выполняйте. И вы по этим указаниям выполняете задачи. Ну, примерно то же, что вы по учебнику делаете, только в этих iLabs. А когда экзамен сдаете, вот этого всего нету. Есть только машина. Ну, и даже две машины. Вот это и вот это. А вот эти машины вы не видите. А у вас задача. Там есть вот такая машинка, взломайте ее. У вас нет такой возможности сюда зайти. По сети. Найдите и взломайте. А потом еще вот такой вот есть веб-сервер. Мы вам его здесь не показываем. Но он там есть. Давайте с калли Линукса зайдите и взломайте. То есть что-то похожее на наш виртуал-бокс, да, только вот из любой точки мира доступно. Ну, и что такое новое в сертификации, новое в подготовке к этим новым версиям экзаменов. Сех. Анализ безопасности всех, всех два. Ну, а ЛПТ-мастер пока еще, думаю, может быть даже сделать еще курс такой, который будет готовить к мастерскому экзамену. Пока что экзамен есть, а курсы планируются. Вот то, что хотел сказать по поводу новой версии курса. Что нового в новой версии курса всех, всех два. Что новая сертификация. Если есть какие-то вопросы, хорошее время их задать. Вопрос по спектру, когда все пропатчат, да, патчи выпускают. Ну, что я могу сказать, я же не Intel, да, я же не могу сказать, сейчас я вам выпущу патч. Патч. Ждемся. Дело в том, что патчи, они для системы выходят. И они еще для процессоров выходят. Поэтому все-таки лучше всегда потестировать. Потому что если вот вы просто поставите патч, ну, в гугле напишите, да, Windows 10, патч, спектр, поставили, все, ну, буквально вчера в Фейсбуке мимо не пройдете, да, вам все сообщат. То есть тут больше проблем, чем реальные угрозы. Потому что в конце концов вы будете думать, что насколько реальнее ее эксплуатировать, да, может быть, в открытом доступе эксплуатировать, да, нет. Но ставить обновление, это опять-таки еще другой риск. То есть не существует, по крайней мере, я об этом не знаю, чтобы был универсальный патч, и все, и вы спаслись с спектрами отдауна. А эксплойты есть вообще? То же самое про эксплойты. Чтобы мы сейчас написали, ну-ка, спектр, эксплойт, бесплатно дайте мне скачать, такого нет. Но, если говорят, что есть веб, а есть еще дарк веб. То есть то, что где-то на Харьковском форуме можно найти эксплойт, ну, у кого-нибудь программист всю ночь не спал, эксплойт написал, и он существует, такое технически может быть. И у вас нет гарантии, что не существует такого эксплойта рабочего. Скорее всего, существует. А то, что он существует, его кто-то бесплатно на гитхаб не выложил, и все, теперь я спасен. Ну, смотря, какого уровня ваша организация. Если у вас серьезная организация, вы понимаете, что пусть в открытом доступе эксплойта нету, но, во-первых, он может завтра появиться, а, во-вторых, у потенциального нарушителя он все-таки может быть. Еще вопросы. Можете написать в графе вопрос, я вот их читаю. Вот вопрос, где ты взял перевод на русский язык, Nice Framework. Не помню, я вот написал Nice Framework, перевод на русский, да, сейчас снова пишу, и он говорит, это прекрасные рамки. Ну, в общем, где-то, может быть, Нинсте, СП я написал, как-то нашел. В общем, если какие-то вопросы есть, можете позже мне их тоже задать. Почему? Потому что Сергей Клевогин достаточно такое уникальное имя. Находите меня в социальных сетях, в Facebook, добавляйте друзья, будут какие-то вопросы, тоже можно будет задать. Игорь в качестве вопроса пишет, что хакеры все еще на шаг впереди безопасников. Ну, это, наверное, не вопрос, это ответ. Но здесь могу прокомментировать, почему. Потому что у хакера большая мотивация, хакеров много, у них времени вагон, вот каникулы кончаются только через два дня. А у нас, у безопасников, мотивация, наша зарплата, премия, которая еще, может быть, не такая большая, чтобы сильно мотивировать. У нас ресурсы ограниченные, и у нас не так много времени, другие дела нам нужны. Вопросы в новом курсе Ванакрай, спектр, как изучаются? Они не имеют практической работы. Давайте, вот Ванакрай, давайте там что-то сделайте. Потому что есть как доказательство концепции. Вот это, да, мы на курсе можем посмотреть, что возьмем какой-нибудь спектр и доказательство концепции. Пожалуйста, вот здесь у вас спектр ПОК. Что значит, что этот ПОК делает? Он говорит, ну вот смотрите, я вот сейчас запущу, и вот как видюшку, да, посмотрим, отсюда скачаем, запускаю. Вот видите, я на своем компьютере из другой области памяти через уязвимость спектр что-то считываю. Он, так ты уже на этом компьютере? Мне бы удаленное и через уязвимость в каком-нибудь сервисе. Ну, нет, такого АПОК и есть. Про самое Ванакрай, у вас в учебнике не будет написано, давайте зашифруйте все компьютеры в классе. Ну, если опять-таки в Facebook меня зайдете, увидите, что вот мы учимся, да, у нас какой-то, вот Петя только вышел. Ну, как в открытом доступе лежит, как не скачать, как себе виртуальные машины не пошифровать. У нас свобода выбора практики. И, конечно, если мы хотим попрактиковаться за пределами того, что есть, почему бы нет? Если есть еще вопросы, пожалуйста, спросите. А новые дополнения, они уже вебинарах существуют? А, есть вебинары или нет? Смотрите, я этот курс уже прочитал в новой версии, я делал запись. А как специалист эту запись будет предлагать студентам, это уже вы лучше у специалиста спросите. Потому что я как инструктор записал и в новой версии, на следующей неделе в новой версии снова курс буду читать, тоже, может быть, запись сделаю. Поэтому, если вы будете вебинары в открытом обучении проходить по новой версии, скорее всего, новая версия уже и будет. Но, опять-таки, я не могу гарантировать, потому что, ну что я вам прогарантирую за специалист? Я могу только предположить, скорее всего, будет так. Еще есть вопрос, что это международный курс по безопасности. А есть ли курс, ориентированный на документы российского законодательства? Знаете, как хотим сейчас сделать? Мы хотим сделать программу подготовки. Не один, чтобы был курс, а несколько курсов. И менеджеры, специалисты, они уже будут думать о том, как подогнать эту программу подготовки под требование уже российского законодательства, чтобы документы российские одобряли эту программу подготовки. Такая работа, я знаю, ведется. Но, когда она будет закончена, мимо не пройдете. Уже зайдете на сайт специалиста, тут уж точно будет написано, что вот всех он аккредитован, мы там чему-то соответствуем. Сейчас здесь написано, что мы авторизованы компанией EC Council, поэтому, как только будет у нас одобрение от наших правоохранительных законодательных органов, тут же в новостях на сайте вы это увидите. Ну, что ж, спасибо за доверие проводить ваше обучение, за то, что пришли на семинары, за то, что с нами дружите. Еще раз, меня зовут Сергей Клевогин, имя достаточно такое уникальное, чтобы вы меня легко находили в любых социальных сетях. Будем на связи, будем вконтакте. И всегда добро пожаловать в общение и на курсы в Центр компьютерного обучения специалистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...